НАТО опасается расширения российской агрессии на другие страны. В комментарии немецкому телеканалу НТВ генеральный секретарь Альянса Йен Стоутенберг призвал страны-участницы блока готовиться к продолжительной конфронтации с Россией и увеличить производство вооружений, в первую очередь, чтобы помочь Украине. Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличивать поставки в Украину и пополнить собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, как того требует конфликт. В странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписаны контракты, чтобы они могли наращивать производство. Йен Стоутенберг, генеральный секретарь НАТО в комментарии немецкому телеканалу НТВ. Стоутенберг уверен, Путин готовит экономику государства к продолжительной войне. Именно поэтому так важно, чтобы страны НАТО ускорили формирование заказов для европейских оборонных компаний. В ходе помощи Украине, когда Европа наращивает производство и боеприпасов, и артиллерийских систем, и систем ПВО, ПРО, бронетехники и так далее, на самом-то деле Европа помогает себе, потому что одновременно создаются производственные мощности, создаются те производственные цепочки, которые позволят резко нарастить производство в интересах собственно вооруженных сил стран НАТО. С января 2024-го о том, что Российская Федерация может напасть на другие государства в Европе, говорят политики в Швеции, Норвегии, Дании и Германии. Расходятся только в предполагаемых сроках начала агрессии. В Берлине думают, что конфликт может начаться в течение 5-8 лет. Копенгаген менее оптимистичен. «Нельзя исключать, что в течение 3-5 лет Россия подвергнет испытанию статью 5 и солидарность НАТО. Это не было оценкой НАТО в 2023 году. Это новое знание, которое приходит на первый план сейчас. Потенциально у России есть желание сделать это. Теперь они также могут получить возможность иметь военный потенциал раньше, чем мы ожидали. Есть основания для искреннего беспокойства». Троэл Слунд Поудльсен, министр обороны Дании, в интервью газете Юлэнс Поустен. Чтобы обезопасить себя от агрессии России, Румыния разрешила развертывание сил НАТО высокой готовности на территории государства в случае серьезных угроз. Об этом в письме парламенту страны сообщил президент Румынии Клаус Йоханнес. Союзники понимают, что нельзя допустить, чтобы Российская Федерация победила в войне против Украины. Ведь в этом случае остановить Путина будет значительно сложнее. Поэтому европейская помощь Киеву будет увеличиваться, уверены эксперты. «Сейчас мы не можем надеяться на прямую помощь НАТО, но то, что страны Европы будут наращивать помощь даже в условиях отсутствия помощи США, это точно». С 22 января 2024 НАТО проводит крупнейшие за последние десятилетия четырехмесячные учения. В них принимают участие 90 тысяч военных из 32 стран. Задействовано более 50 кораблей, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также не менее тысячи боевых машин. Задача маневров – отработать возможные сценарии нападения России на государство Альянса. Никита Скобликов для телеканала Freedom.